Для нас, для вас эта история должна быть достаточно волнительной, поскольку мы не называем сегодня офицерами премьеры, мы показываем сегодня историю в рамках открытия этого фестиваля, как некий предпоказ. Вы первые зрители, и те люди, которые, наверное, так же, как и мы, вы увидите, что получилось. В любом случае, последние полгода были полностью отданы, я даже не знаю, как это правильно назвать. Могу сказать, что это какую-то часть жизни мы бы повернули в сторону того, что написала Тюбери, и как мы это прочли. Вы вот обязательно должны это услышать. К сожалению, так получается, что ряд книг, ряд произведений классики российской и зарубежной, которые попадают в учебники, они сразу становятся всем понятны. И когда мы через многие годы возвращаемся к ним, поясняется, что мы, в принципе, их не читали. То есть мы их читали, наверное, так, как нам объяснили. А когда мы это прочли сегодняшними глазами, постарались снять с них какие-то объясненные нам правила, как это надо видеть и читать, мы выяснили, что мы не знали, о чем Тюбери написал Малитову Филиппу. Мы, естественно, это наш субъективный взгляд. Он, безусловно, для многих спорный, но он искренний. Мы должны это понять. Все, что сегодня вы видите, сделано сердцем, душой. Подчеркиваю, не ботом, но сердцем, а душой. И мы очень хотим и очень надеемся, что наша искренность и наша страсть получат такой же расход и клип. Спасибо. 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 Ну, вот и все. Минуту он еще помедлен, потом встал и сделал один только шаг. Я не мог пошевелиться. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикным. Потом упал. Медленно. Как подойти медленно и не слышать. Ведь песок приглушает все звуки. Шесть лет назад в Сахаре что-то сломалось в моторе моего самолета. До продолжения слов Виктора, что мне это пришлось попотеть. И я продолжаю это делать, потому что я нахожусь на площадке сценической. Но он старается, чтобы это было почти незаметно. То, что касается «Маленького принца», по мотиву «Маленького принца», мы назвали эту историю, рабочее название «Не покидай свою планету». А показалось, что это достаточно емкое название и неоднозначное. В этом проекте Дмитрий и Юрий Андреевич мы обсуждали идею. Поэтому мы обсуждали, наверное, года-два точно. Пока не взяли единомышленники, компаньонник и команду Виктора Крамера, как мы уже сказали, который зашелся этой идеей, который действительно повел нас всех вместе к одному. определённому идти к определённому знаменателю. Да, действительно, эта история не детская сказка, это история ассоциативная. Я очень надеюсь, что непрямыми какими-то жестами мы попытаемся и вас так тянуться в эти ассоциации и в эти воспоминания о жизни, о дружбе, о любви, о… опять же, извините, повторюсь, о смысле существования человека. «Сорок три». Достаточно было просто передвинуть стул на несколько шагов, и я снова и снова любовался за вкатным небом. Стоило бы так заходить. Знаешь, когда станет совсем грустно, хорошо посмотреть, как заходит солнце. Ожидание с два дней к самым серьёзным премьерным музыкальным в моей жизни. Я, честно говоря, пойдёмте, оживляемо смотрю, как творим в гости. Всегда судите, я могу прям угодно, Ваше Величество. Мне дают мне обязательно здесь оставаться. И вообще мне пора. Нет, не пора. Нет, Ваше Величество. Пора. Прекрутся. Ваше Величество, дозепался. Тогда назначают тебя послом. Каким послом, Ваше Величество? Вы уже поругались. Совсем. Поругались. Что ничем нового мы не открыли, не прочли, не перцепили. Опять же, отталкиваясь от мнения и неких записей высказываний его современников, относительно того, какая это детская книжка, детская сказка, это тоже нам было услышано. Мне кажется, мы просто рассказали историю человека. Историю его просветления, историю его размышления о жизни, о том пройденном пути, о котором был тот момент, когда он попал в человеческую, жизненную, техническую оборону. Вот мне кажется, мы просто рассказали размышления человека, оказавшись один на один и с самим собой. И мне кажется, что вот это название, которое для нас пока рабочее, и Дмитрий, например, с ним не согласен, но для нас оно, наверное, сегодня достаточно важно. Потому что человеческий мир сегодня так построен, что люди всего ищут. И мы сами. Мы все время ищем новых путей, новых жанров, новых решений, новых планет, новых открытий. Потому что всегда на нашей собственной планете, в нашей собственной душе, в нашей семье, в нашем доме, но не все, наверное, так, как нас устраивает. И вот эта попытка найти новое с помощью вот этого движения в этом конкретном проекте, и, наверное, в нашей сегодняшних душах, она несколько совершенно по-другому выглядит. Наверное, это проще всего покинуть свою планету. Я сейчас имею в виду не территориальное какое-то место, не территорию, я имею в виду снова себя и уйти от себя. Но гораздо сложнее найти себя, вернуться к себе, почувствовать, что тут есть на самом деле. И поэтому этот спектакль, я совершенно не думаю, что это новое, это стопроцентно заложенное в Викторе, то, что сказал Костя. Но для нас этот акцент, он важен, потому что как бы ни была трагична твоя собственная судьба, собственный ты, но уходя от себя, ты ни к чему хорошему не приводишь. И в этом спектакле, по-моему, мы попытались, в любом случае, это картина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.